Добрый день! Цветы, создающие уют в интерьере. Независимо от того, какая у человека квартира, очень важной составляющей является домашний уют. Для того, чтобы создать уютную атмосферу, хозяйки обращают внимание на всём, начиная от ремонта и мебели и заканчивая самыми мелкими деталями интерьера. Иногда, обустраивая новое жилище или после очередного ремонта, несмотря на качественно подобранный ремонт, остаётся впечатление, что чего-то всё-таки не хватает. В таких случаях применяют следующий приём – детализация интерьера. Деталями могут быть картины, зеркала, небольшие полочки на стене, татуэтки и так далее. Часто для того, чтобы заполнить пустующее пространство, женщины предпочитают комнатные растения, которые не только дополняют интерьер, но и создают уютную обстановку. Вот посмотрите. В этой комнате создаётся впечатление, что вы находитесь в джунглях. Очень романтический и экзотический вид. Здесь можно находиться бесконечно долго, тем более с друзьями. Польза от комнатных растений очень большая. Во-первых, они делают воздух чище, поглощая углекислый газ и выделяя кислород в атмосферу. Во-вторых, многим женщинам, а также некоторым мужчинам, доставляют удовольствие ухаживать за домашними цветами. Кроме того, они радуют глаз не только хозяев дома, но и гостей, создавая красоту в доме. К сожалению, не все могут посвящать им достаточно, проводя время на работе. Растения, которые нуждаются в специальном уходе, могут погибнуть, если этот уход не соблюдается. Поэтому люди, не умеющие или не имеющие возможности выращивать тихотливые виды, предпочитают более простые в уходе комнатные цветы. Пальма посадил и расти. Только поливай, да с листьев стирай пыль. Ну, удобрять еще надо. А пересаживать так и раз в несколько лет. Неприхотливых комнатных растений очень много. Так что любая хозяйка может подобрать то, что нравится именно ей. Это могут быть кактусы, цветущие растения, вечно зеленые свисающие лианы, а также те, которые постепенно вырастая, напоминают комнатное деревце. На сайте можно узнать о неприхотливых домашних растениях, как за ними ухаживать и каким лучше отдать предпочитение. В первую очередь, это те растения, которые не требуют смены освещения. Их достаточно просто поставить на подоконник или полку. Вот как-то так. Послушные цветы Поливать их необходимо регулярно, но не очень часто, по мере того, как высохнет земля в цветочном горшке. Такие послушные цветы легко приживаются при пересадке и даже могут находиться в одном горшке с другими видами цветов. К самым распространенным растениям относятся хлорофитум, красула, алоэ, кактусы, драцена и другие. Если вы предпочитаете висячие цветы, которые быстро разрастаются и часто цветут мелкими цветочками, то хлорофитум отлично подойдет. Красула Денежное дерево Толстянка Выращивает в цветочном горшке на подоконнике. Постепенно стебель утолщается, и растение начинает напоминать маленькое деревце. Считается, что толстянка приносит в дом доход. Алоэ Это не только неприхотливое в уходе растение, но и очень полезный лекарь. При простуде сок алоэ закапывают в нос, при гномих ранках его прикладывают внутренней стороной в качестве компресса. Кактусы считаются самыми самостоятельными комнатными растениями, ведь зимой их у них наступают периоды спячки, и в это время кактусы поливают очень редко. Кроме того, они не требуют специальной освещенности, поэтому их можно поставить даже в теневую комнату. Дроцена подойдет хозяйкам, которые любят экзотику, так как она напоминает небольшую домашнюю пальму, при этом не требует специального и тщательного ухода. Помните, что даже неприхотливые растения в уходе не забывайте поливать, периодически пересаживать цветы, не ставьте их в темные уголки помещения, а также проконсультируйтесь со специалистом при их приобретении. На мой взгляд, цветы на этой фотографии просто столкались я в кучу. Да, простенько, но со вкусом. Всего вам доброго и удачи!